Мы с вами учим о разбиении килим и о том, как эти килим впоследствии начинают исправляться. Это свет, разбивший килим, затем помогает этим килим включиться друг в друга, смешаться, и после того, как их взаимовключение усиливается, соответственно, и исправления идут вперед. По уровням, на уровнях, где общее желание получать, пока что они чувствуют себя, находятся на уровнях неживым растительным животным, свет толкает их вперед, воздействует на них по природе вещей, так как он это делал и прежде, сверху вниз, так же и снизу вверх. На уровнях, где возникает человек, и в развитии человека есть уровни неживой растительной животной. На них, по ним человек не знает, куда он идет, как мы спустились с деревьев, превратились в людей из обезьян, стали развиваться дальше на животном. На земном уровне прошло тысячи лет нашего развития, и мы не знаем, как это свет действует и ведет нас вперед. И сейчас мы проживаем нашу жизнь и смотрим на то, что было с нами. Каббала тоже обязывает нас сказать, что все сделано Творцом, нет никого, кроме него. Каждая пройденная минута записана на его счет, ты не мог сделать ничего. Следующая минута, если ты знаешь, что ты развиваешься под воздействием света, ты можешь развиваться вместе с ним в согласии и быстро. Ускорение развития – это единственное, чем мы можем содействовать нашему развитию, и тем самым не просто ускоряем время, тем мы сливаемся с Творцом. Мы приближаемся к Нему, и увлекаемый Им, мы согласны с тем, что Он делает с нами, хочет нас развивать далее. То есть наше устремление к развитию должно быть таким, чтобы доставить Ему наслаждение, как написано, доставить Ему радость, тем, что мы присоединяемся к этому процессу. Человечество развивалось тысячи лет. Пока в человечестве стали проявляться такие желания, которые почувствовали, что они хотят присоединиться к развитию, они должны присоединиться к развитию, иначе они не могут существовать, потому что существование без участия в нашем развитии, то все равно, что я не живу. Я должен знать, куда, почему, каким образом я должен и куда я должен попасть, кто мной управляет. И то, как я вхожу с Ним в контакт, начинаю делать действия, шаги вместе с Ним, вместе с этой силой. Я начинаю раскрывать ее, я начинаю раскрывать то, что я не согласен с таким развитием. Вдруг есть нечто задерживающее меня, останавливающее. Я не хочу быть в гармонии, в единстве с силой, развивающей меня. Она развивает меня и ведет меня к иной природе, к тому, чтобы я приподнялся над самим собой. Он обязывает меня к изменениям вопреки моим желаниям. И я начинаю сопротивляться, не соглашаться. Я не вижу в себе сил, способных идти с Ним. Не вижу никакой потребности, необходимости. И даже если я включаюсь в других людей, находясь рядом со мной, мы не видим внутри себя, на самом деле, сил, способных идти вперед. Мы можем на словах пробуждать друг друга, впечатлять друг друга, и вплоть до слез, вдруг у нас появляется какое-то внутреннее давление, душевные порывы, но, видимо, в нашей природе нет силы, с помощью которой мы способны изменить себя. Мы не можем, потому что мы все, как мы изучаем и как мы видим сейчас на собственном опыте, все мы состоим из желания получать. И это раскрывается нам все более и более. Мы есть полная противоположность тому, что должно быть. Кроме того, мы не способны попросить о том, чтобы на попросить так, чтобы на нашу просьбу пришел ответ, который исправит нас. мы сталкиваемся с этой проблемой, и весь мир сталкивается с этой проблемой. Мы упираемся, сталкиваемся, оказывается, перед этим фактом, о том, что изменения не в наших силах, и даже попросить изменения не в наших силах. так мы как будто выступаем здесь, как маленькие животные, когда с точки зрения разума мы еще можем кое-как понять наше безнадежное состояние. с точки зрения чувств, мы тоже можем понять, что у нас нет ничего из того, что мы способны попросить. Эти просьбы неэффективны и не будут эффективны. Что делать? Пишет Рабаш. Чем отличаются врата слез от остальных врат? Есть такая статья. первая молитва человека о том, чтобы Творец показал ему, чего ему действительно не хватает для того, чтобы узнать о том, о чем просить. Чтобы знать то, о чем просить. Это первый вопрос на семинар. первая молитва человека о том, чтобы Творец сообщил ему, чего ему не хватает на самом деле, человеку, для того, чтобы знать, о чем просить. Я еще раз повторяю. Первая молитва человека о том, чтобы Творец сообщил ему, чего мне не хватает на самом деле, для того, чтобы знать, о чем просить. Пожалуйста. Первая молитва человека в том, чтобы Творец сообщил ему, чего ему не достает на самом деле, для того, чтобы знать, о чем просить. То есть, надо говорить об этом, обсудить это. Вместе с тем, что мы говорим об этом, мы хотим все-таки молиться, то есть, вот этому вознести молитву. Творец, дай нам знать, что нам не хватает, чтобы просить. Каким образом надо просить? То есть, чтобы был наш хиссарон, то есть, просьба, потребность, чтобы на нее ответил. Так вот, вопрос такой, это сама по себе молитва. Пожалуйста. Как вся наша жизнь, все наши чувства, все наши мысли, все, что мы чувствуем, о чем мы думаем, мечтаем, ощущается нами, как ложь. Это все равно, что конвейер, где весь мир ощущает одно и то же. Все абсолютно безвкусица и ложь. Не просто ложь, а как будто тебе насильно навязывать тебе эти вещи. Ты их не хочешь. Тебя душат не скрывать тебя истинам. Все, что ты чувствуешь, все, что ты хочешь, тоже не ты. Это неверно. И внутри тебя есть такая точка, которая чувствует себя отторгнутая от того, что чувствуешь. Она находится в ином измерении и увлекает тебя желать такого, того, о чем ты даже не знаешь, к чему у тебя нет доступа, и это сводит тебя с ума. Тебя душит. Это ты находишься в двух измерениях. С одной стороны, ты не можешь жить с этим, хочешь умереть, а с другой стороны, ты чувствуешь, что у тебя есть желание, которое ты хочешь выяснить его, ты хочешь его постичь. И ты не знаешь, что делать, ты понимаешь, что ты должен обратиться к Творцу, к товарищам, к источнику, который дает тебе наслаждение, чтобы объяснил тебе, в чем причина, для чего это все. ты требуешь, плачешь, хочешь прийти к настоящему хиссарону. есть всякие состояния, очень такие многогранные, со многими ощущениями, переживаниями, и тогда ты понимаешь, что ты бегаешь по замкнутому кругу, и это не ведет тебя никуда. И самое правильное состояние, это оставить все, войти внутрь ощущения пустоты, отсутствия вообще каких-либо опор, для того, чтобы начать с нуля, и вот с этого нуля искать, искать вот эту тонкую ниточку желания к молитве, к изменению, и оттуда можно уже просить наставлений, что же, какое является желание большее, чем мое, куда оно хочет меня вести, чему хочет научить, каким образом еще хочет показать свою любовь, и просто вот оставить себя в этой любви, чтобы она работала с тобой, чтобы раскрылась перед тобой. для того, чтобы молиться, я должен знать, что такое добро, и что такое зло, которое ставит препятствие передо мной, и чтобы это зло препятствую, чем не изменилось, в этом весь путь. все, что мы делаем, это что мы стараемся играть в добро, о котором пишут каббалейцы, стороны Творца, стороны группы совершенства и отношения к реальности. И когда ты играешь в это, ты стараешься понять, что такое зло, и что такое эгоизм, что такое желание получать, что есть то, что скрывает от тебя истинную картину и не позволяет тебе быть в ней, тогда ты понимаешь, чего у тебя нет, чего в тебе нет. И в том мире, в которой ты понимаешь, чего у тебя нет, и что такое совершенство, ты можешь начать строить, или по крайней мере просить, желание сблизиться, с этим явлением, потребность приподняться над этой точкой. Наша духовная работа, так нам говорят, что это простая работа. Что значит простая? Сил у меня не осталось, нет у меня сил делать что-либо, тогда мне надо сделать еще усилие, и не сломаться, и попросить. Но вот в этой попросить я должен выяснить, что же просить. Я знаю, что так много вещей я должен исправить. И что же самое первое, что я хочу исправить, выяснить, где я хочу просить, чтобы я нашел вот это настоящее. Если я попрошу, высший даст меня, я знаю это, я чувствую это. И мне надо научиться просить тому, чтобы знать, что же просить. для того, чтобы лишь задать вопрос, чего просить, нужно пройти длинный путь, для того, чтобы эта точка стала уже просить раскрыться и прорываться. И сам по себе вопрос, сама молитва, понять, чего не хватает, это есть суть вопроса, суть молитвы. который дает человеку силу прорыва, это влечет его вперед, а это пульс, который толкает его еще сильнее вперед. В тот момент, когда у тебя есть такой вопрос, ты уже получил ответ, и у тебя есть силы продолжать дальше. Первая молитва человека в том, чтобы Творец сообщил ему, что ему не достает на самом деле, чтобы знать, что же просить. И это то, что просить у Творца, о чем просить, это вещь очень важная, потому что в первую очередь связывает человека с Творцом. И это первое. так что на каждом шагу, который человек делает, в первую очередь он связан с Высшим. Вот эта первичная связь очень важна. Нам кажется, что мы просим, и даже молитва, так вот, ну, как бы с глубины сердца, то мы увидим, что это наша молитва, но мы не знаем, не всегда осознаем, что Творец еще гораздо раньше закладывает молитву внутрь сердца в наш рот. И тогда вот это выражение просить у Творца, о чем просить, в первую очередь связывает человека с Творцом. и тогда вот из этой связи о том, о чем уже просить, а то там уже следующий шаг, но вот это вот первый контакт, когда есть определенные уже соединения контакт, а не то, чтобы мне казалось, что я прошу я считаю, что первый шаг это отмена перед группой. В тот момент, когда освобождается место в сердце для товарищей, то окружение формирует его и дает вам понять, чего именно просить. Я думаю, что молитва в общем-то постоянная и существует в нашем сердце. Иногда она скрыта, хотим мы ее там или не хотим мы ее. То, что самое важное, это чтобы человек находился в таком окружении, когда он все время слушает, слышит вот об этой необходимости, даже если он забывает, то все время быть в этой просьбе, потому что каждый раз это все четче проясняется на пути. И даже просьба, и даже когда я не хочу просить или не могу просить, это тоже некий тип молитвы. Как вот сказал Хавер раньше, вот эта связь с этой силой, чтобы я все время был в каких-то взаимоотношениях с ней, и чтобы я не отключался. У нас есть очень много потребностей, но истинные потребности скрыты, потому что их нет внутри желания получать, и требуется очень сильное влияние окружения, для того, чтобы понять, что нужно просить на самом деле. Это есть то, что мы делаем здесь. Хессерон потребностей не нужно искусно произнести слова, должна быть истинная потребность, и она может возникнуть только, передаться только от окружения. Сам по себе не могу выработать потребность ни к чему хорошему. Я думаю, что тут есть еще такой аспект, что называется молиться за товарища и удостаиваться первым. то есть в первую очередь включиться в товарища и потом получить направление от окружения снова. Любое наше изменение, каждый наш шаг, любое изменение, любая молитва, мы, видимо, уже дошли до состояния, когда изменение в восприятии в нашем общем ощущении и изменение окружения, изменение окружающей реальности, оно должно быть настолько кардинально, потому что мы уже уперлись в стену, в стену нашего эгоизма. мы должны прорваться наружу. Это очень особая потребность огромная, которая состоит из всех других потребностей, и требуется, что такая потребность, такая особая просьба должна показать нам, чего нам не хватает для того, чтобы произвести внутреннюю революцию. Вот такой образ возник, вот пока Хаверим говорили, ты каждый раз получаешь от травы, от книг, и вообще от всего, ты получаешь некий такой образ этой потребности, ты так сам создаешь эту картинку желания, и тогда ты получаешь от группы силы войти в это желание, и ты спрашиваешь, нормально это? потом это снова все разрушится, и ты снова заново это строишь, и когда ты заново это все изображаешь это все, ты видишь, ты живешь этим? Ты снова потом бежишь, снова натыкаешься на стену, все это рушится, потом раз происходит такой щелчок, опа, ага, может быть, вот это правильное желание? Занимает много времени и много состояния человек должен пройти для того, чтобы прийти к пониманию того, чтобы он попросил у Творца и чтобы получить то, что он просит. это достигается после больших потрясений человека, и это очень требует очень больших усилий, но и приносит очень большую радость. И хорошее, и плохое, все нужно как нужно вредно обращаться постоянно к Творцу и по хорошему поводу, плохому поводу. Что нам требуется, кроме нового Хессарона, кроме того, чтобы просить обращаться к Творцу и просить Него, чтобы дал тебе правильный Хессарон? К великому, к связи, своего рода связь, по каждому поводу обращаться к Нему и работать с Ним, с Его разумом. Хошурмон. Это очень важно. вот эта просьба, что просить, мне абсолютно ясно, что я прошу с первичного своего места, когда я знаю, что я испорчу, что я желание получать, и все только ради себя, но в исправлении я очень хорошо понимаю систему, я изучаю, я понимаю, что я должен просить за других, за общество, общество, но вот в этом обществе, где все исправлены, еще раскрою мне, где я могу найти вот эту силу, раскрою мне, что я должен сделать, что я могу сделать, куда я могу направить себя, чтобы система произвела еще один этап, еще один шаг, одно еще исправление, в общем исправлении, чтобы мы могли на самом деле прийти к еще большему, так вот, помоги мне. Первая молитва человека о том, чтобы Творец сообщил ему, чего мне хватает, для того, чтобы знать, о чем просить. Пока товарищи говорили, мне возникло, не знаю, образ, представление, я думаю, о чем просить, какова молитва, я сижу между товарищами, и здесь есть так много товарищей, и вдруг я понял, что то, что не хватает, хватает включиться в этих товарищей, это только Творец может сделать, позволить каждому отменить себя перед огромным влиянием окружения Силы Творца, здесь и молитва, и ответ на молитву, на молитву, нужно лишь просить этого вместе. я говорил много, я как-то слышал отрывы, что если вдруг замолчали, значит, не хватает взаимного включения, значит, давайте что-то новое, мне кажется, что в начале, в конце это очень просто, то, когда человек ищет себе, что ему не достает, в конце он оборуживает, что то, что ему не хватает, это потерять свое я, и быть внутри группы, тогда вообще совсем другое состояние, там понятно ему, что он вообще играет не на том поле, это, в общем-то, позволяет избежать много головной боли. Я думаю, мы немножко прошли вперед, продвинулись вперед в том, что нам не хватает хистерона. Мы всегда думали, что сколько еще можно просить, сердце разбито, нет сил, я кричу, последнюю минуту спасите, а потом все уже идет само по себе. Все разрушается, и я тоже. А сейчас мы слышим о том, что хессарон, который я могу извлечь из себя, его недостаточно. Это хорошо для начала, но на самом деле молитва, на которую приходит свет и производит изменения, сама молитва, сам хессарон, таков, что должен прийти свет и привести в порядок. То есть, есть два действия. Первое, то, что мы просим, правильный хессарон, и если мы правильно формулируем просьбу, она возвращается вместе со светом, который формирует у нас правильный хессарон, и тогда вместе с правильным хессароном мы вновь обращаемся уже с правильным хессароном, и тогда удостаиваемся исправления хессарона и его наполнения. И вы знаете, мы это изучаем. В учении Десяти Сферот первая просьба от Нижнего к Высшему. Пока еще нет Нижнего, только Ришемот. Выше поднимается к Высшему Высшего, получает оттуда силы, спускает на свое место, делает Зивук, и тогда рождает Нижнего, и тогда Нижний уже сам по себе начинает требовать. Это мы изучаем именно сейчас. В последние месяцы мы это учили, это не один раз в ТЭС. Вопрос следующий. Мы всегда думали, что группа это то, напротив чего должен работать. Сейчас мы изучаем, что творец это тот, против кого должен работать. группа является адаптером, переходником между мною и творцом, как с Высшим Высшего, а группа это Высший. То есть, прежде всего, я должен думать о творце, как мне приобрести к нему в подобию свойств с ним, и только лишь затем я выстраиваюсь в отношении с группой. Если я сейчас требую хиссарона, на который я наверняка получаю ответ, реакцию, исправление, то как я должен обратиться к группе, а через нее к Творцу, для того, чтобы у меня был правильный хиссарон для реакции с моей стороны. Как нам попросить правильный хиссарон через группу? От Творца. Есть я, группа Творец. Творец создает для нас средства, группу, с помощью которого, с помощью этого средства, мы можем прийти к нему, обратиться к нему. В группе я обрабатываю свои молитвы, свои просьбы, свои требования, даже мольбы, восхваления. Все я обрабатываю в группе. И как нам создать в группе обращение к нему, чтобы дал нам правильный хиссарон? И где мы должны почувствовать этот хиссарон? Я уже намекаю на дальнейшее. как нам сформулировать просьбу предваряющую молитву перед молитвой в группе, чтобы она поднялась от группы к творцу или творец находится в группе, можно так думать, неважно. Нет мест, пространства для того, чтобы творец со своей стороны сформулировал для нас этот хиссарон в группе. Как мы, каждый из нас объединяем наши хиссароны в группу и как впоследствии когда мы получаем ответ от творца и этот хиссарон становится правильным. Какого рода этот хиссарон? Если мы вновь обратимся уже из него, тогда мы получим исправление и наполнение. Постарайтесь больше объединиться и тогда вы найдете правильный ответ. Также сейчас, когда вы работаете, вы молитесь, вы ищите связь. Это хорошо. Ну, вперед. На первом этапе каждый из нас сначала выносит точку в сердце, то есть просит за то, что, в общем-то, отделять его от группы. И когда мы в группе готовы отменить себя полностью в том, что называется группа, тогда тогда мы делаем из себя пластилин такой, из точек в сердце, когда есть готовность обрести форму Творца. И тогда потребность, которую мы почувствуем, это будет потребность внутри него, в нем, в Творце. Не в каждом из нас. Я зачитаю фомулировку. Как нам сформулировать в группе обращения к нему молитву перед молитвой, чтобы дала нам правильный хессерон? И где мы должны почувствовать этот правильный хессерон? Как нам создать в группе обращения к нему молитву перед молитвой, чтобы дала нам правильный хессерон? И где мы должны почувствовать этот правильный хессерон? Как мы в группе формируем? Мы находимся все время, всю жизнь. Мы просим, чтобы 24 часа все дни недели, как вот приехали мы сюда сейчас, пришли утром, слышали птиц, почувствовали сердца товарищей и знали, что все понимают ту цель, ради которой мы собрали, чтобы ее осуществить. Там мы это создаем, и так мы это создаем. И как мы просим, мы просим силу, чтобы почувствовать желание товарищей, чтобы понять, что товарищ сейчас больше всего хочет, и чтобы у нас была возможность наполнить ее. Можно сказать, что сакцентировать вопрос на общем хессероне, который мы должны построить между собой, нашим клей. Потому что мы уже говорили в первом вопросе о том, что хессероны должны быть только у товарищей, поэтому нужно собрать все хессероны вместе. А если Творец, это мы на более высокой ступени, мы плюс один, то мы должны смотреть вверх над собою, над всеми, на все точки, которые сидят здесь и стараются объединиться, посмотреть на этот большой хессерон и найти нечто общего, то, что называется наш высший. Нечто, что объединяет все точки, все хессероны в нечто одно. Я думаю, что надо начать с радости. То, что получили вот эту возможность, просто словами невозможно описать. То есть, с одной стороны, радость, с другой стороны, потребность, потребности. И две эти вещи держать. И когда это будет через группу и все вместе, эти вещи действительно смогут стать реальными. Я думаю, что есть две основные вещи. Есть большой хессерон, с одной стороны, с другой стороны, он не ощущается. И самое важное то, чтобы мы между собой увеличили ощущение необходимости и сохраняли его. Потому что отсутствие хессерона, отсутствие потребности должно нас пробуждать дальнейшим действием. Как мы сказали сегодня утром, чувствовать это каждую минуту. Не обязательно утром, не обязательно здесь. Не в какой-то конкретный момент времени, постоянно. Постоянно чувствовать их сторон. Мы не просто так собираемся, собрались здесь и по всему миру. Вот как Раб говорит, что каббалисты говорят, что Творец пинцетом избирает каждого из семи миллиардов. И вот первое желание, мы должны почувствовать недостаток ощущения быть группой, потому что группа – это самое главное, дорогое, что находится в нас. То, чего не раскрыто другим людям в мире. Вот эта первичная потребность должна раскрыть вот это общее единое состояние личных желаний. И, как я уже сказал, не просто так вот эти хиссароны, эти точки собираются, потому что у них есть особая роль. И группа представляет передо мной переходное звено. И также между Творцом и Миром. И вот мы и второе состояние тоже должны раскрыть. Быть вот этим переходным звеном, раскрыть им все вот это изобилие, наполнение через наших женщин, детей. Повторение вопроса. Как нас сформировать в группе, обращение к нему, молитву перед молитвой, правильный хиссарон и где этот хиссарон мы должны почувствовать? Продолжение следует... Хиссарон будет ощущаться в группе, в общем клей, который мы построим вместе. И чтобы было вот это общее клей, мы должны вместе, вот молитвы общества, просить даже с помощью внешних каких-то средств, возбуждать, как даже здесь мы делаем, чтобы это пришло в сердце каждому. Неважно, что будет, главное, чтобы это было общее, главное, что есть в каждом из нас, и каждый хочет. Это нечто между нами, нечто одно, чистое. такое досконально выяснено, то, что мы хотим. Молитва, много молитвы. И каждый раз пытаемся закинуть мяч в корзину и увидеть, что же не хватает. Видимо, правильно намерены, если мы правильно настраиваемся на эту корзину, тогда мы вбрасываем мяч. Справа, слева, если все вместе, сделаем. Когда я стараюсь каждую минуту принять себя перед группой и жить в группе во имя группы, на это усилие накапливается хиссарон для следующей ступени. Малхут, собрание Израиля, Кнезь Исраиль, разбившаяся. Это и есть состояние отсутствия связи между нами, куда мы стремимся, хотим вернуться к совершенной связи, которая разбилась, и эта просьба становится общей просьбой в силу включения друг в друга. Мы просто хотим вернуться к той же самой картине. И этот общий хиссарон, мы хотим, чтобы он стал общим. на это мы просим, как сказал товарищ, молитв множество. позволить группе просто руководить мною влиться вот в тело группы, раздробить все то, что не позволяет мне включиться в лица. Продолжать просеять от группы силы, чтобы все это убрать, уничтожить. Есть творец, есть цель, есть группа, где мы на нашу работу. И в приближении, и в отдалении мы все время выявляем этот общий хиссарон, потому что все время меняется, и хотим мы того или нет. И именно вследствие усилий, вследствие попыток всякий раз, всякий раз, когда мы настроены на ту же самую цель, так и формируется в конечном итоге правильный хиссарон. Хиссарон к источнику, а не к разным, миллиону разных построенных вещей. Мы должны представлять себе все время группу в будущих состояниях, исправленных, и видеть, что товарищи уже находятся во всех этих состояниях. А ты нет. И тогда вот этот недостаток тоже раскрывается вне нас, а вот в устремлении к товарищам. Сформируя хиссарон по наивности и по абсолютно пустоты, я не переношу ничего туда. Вот создать вот эту чистоту, наивность, это когда представление, что группа всегда исправлена. Думать, что каждое состояние, которое ко мне приходит, это то, что творец дает. Это еще одна моя капелька, оправдает творца, что все нормально. И это только моя работа, чтобы увеличить это колеи. Общий, большой, конечный хиссарон это цель, которой нужно прийти и доставить им наслаждение. В конце концов, доставить им наслаждение, а не получать от него свет. Что такое доставить им наслаждение, как говорят коровы, которая хочет накормить теленка, дать ему возможность дать наслаждение не только нам, не только нам, а всему миру. И мы будем как адаптером в этом наша функция. Оба этих хиссарона раскрыть адаптер, этот исправный организм, который достоин получить свет для передачи дальше, потому что он хочет наполнить весь мир. все хиссароны, даже животное, не важно. Он создал всю эту форму, он хочет ее насладить, наполнить. И оба этих хиссарона, хиссарон, раскрыть адаптер и доставить им наслаждение при помощи передачи света всем миру, привести мир к единому состоянию. хиссарону. Мы говорим о том, что надо прийти к какой-то потребности, к хиссарону. И тут есть несколько условий. В первую очередь, первое условие, почему для того, чтобы создать потребность к Творцу, нам надо отменять себя по отношению друг к другу, объединиться нам всем вместе в том вот устремлении. И только таким образом наш хиссарон сможет существовать. То есть, чтобы было в направлении Творца. И сам хиссарон еще должен быть простым. Мы это изучаем очень просто. Сидит гость перед хозяином, и он настолько стесняется, что не способен получить что-то, ничего со стола взять. Это его стыд так останавливает. То есть, вот это животное сила, вот эта вонючая гордыня, и несмотря на то, что хозяин дает ему все, гость не может получить. и это задевает его честь. Какое разбиение он должен пройти, какое отношение он должен раскрыть по отношению к хозяину, для того, чтобы прийти к просьбе к нему, совсем иной просьбе. Я прошу у тебя сил быть как ты. Как мы формируем вот это желание вместе, и почему вместе? Пожалуйста, ответьте мне. Начните вот с этого примера, гость и хозяин, это вещь действительно реальная. исходя из примера, разбиение он должен пройти, какое отношение он должен проявить к хозяину, я прошу у тебя силу быть таким, как ты. Как нам создать такой хисрон вместе? по-видимому, надо раскрыть наши отношения, когда вся его природа только в том, чтобы наполнить меня, а это моя природа. И если мы почему вместе? Потому что по-видимому, не знаю. Он сотворил вот этого одного. Он ведь не сотворил много желаний, он сотворил одно желание наполняться, а мы должны сложить все желания в одно вот это желание снова. Мне нужна эта сила, чтобы преодолеть вонючий стыд перед своей природой. Мне понятно, что сам я не могу этого сделать, потому что он поставил меня показывать нечто большее. И для этого я должен включиться в товарища, чтобы все попросили. Все попросили за меня, а я за всех преодолеть. Это потому, что в этом наша работа приблизиться к нему, прийти к нему в подобию с ним и преодолеть природу стыда, вонючей гордыни. Какое разбиение должен пройти человек, какое отношение он должен обнаружить по отношению к Творцу? Я прошу сил быть как ты. Как мы создаем вот эту потребность вместе? Маленький ребенок на первых этапах развития он не спрашивает, кто ему дает. Он знает, кто ему дает. И затем он начинает развиваться дальше, хочет стать таким, как отец. Я хочу оказаться на месте этого ребенка, который понимает изнутри, что он дает и получает, но не для себя, для того, чтобы он насладился этим. пример гостей и хозяина. Может быть, мы как группа должны прийти к просьбе, к молитве, когда чтобы быть подобными Творцу, чтобы смогли позаботиться друг о друге без какой-либо платы в ответ. и вот за эту заботу, за волнение, о том, что мы заботимся, мы не хотим, чтобы вот эта плата была в наших килим. Пока что у меня нет ответа на этот вопрос. Человек должен прийти к разочарованию, бездонный колодец, который там у него есть, и яма, и хотеть прийти к желанию понять, что это несчастье, что это вообще состояние не является выходом. Только тогда он может просить, чтобы прийти к тому, чтобы вообще уподобиться наполнению этой бездонной ямы творца. Группа, товарищи, вообще вся реальность вокруг него помогает ему строить вот это вот желание, потребность к этому. Вот в таком продвижении по миллиметрам, когда он вкладывается, и тогда каждый раз он может тянуться к более развитому состоянию, к более высокому состоянию в этом его развитии. Я прошу у тебя сил быть таким, как ты. Как нам создать такой хисрон вместе? В примере хозяина и гостя есть ракета, есть ребенок, у которого есть гордость, и он не хочет разбить эту гордость. Если он разобьет, так не будет меня, я, не будет творения. То есть я должен просто очистить всю эту гордость, потому что это его отсекает от творца. И такой путь страданий так долго, для того, чтобы очистить таким искусством гордость, для того, чтобы не сломать творение полностью. Тогда есть другой подход, работа в группе, где гордость не позволяет мне кушать, потому что я голоден, но взять еду для других позволяет мне. То есть работать на других, и когда я работаю на других, тут я больше совпадаю по свойствам, и тогда приходит свет. Короче, свет – это единственная сила, которая может исправить гордость, единственная сила, которая может дать человеку подняться над собой. Мне надо сделать только такие действия в устремлении совпадения по свойствам, в группе, тогда придет сила, которая меня очистит от этого, позволит отменить себя, без того, чтобы сломать, то есть чтобы все равно было творение, чтобы творение оставалось. В продолжении этого, это все равно, что это искусство, это такой фокус, который называется Тора и Заповеди, и мы реализуем это в группе, таким образом я приобретаю свое родо ощущение, что я могу взять что-то со стола, то есть я сделал что-то ради этого. В конце концов, как было здесь сказано, эта скорлупа постепенно сходит и появляется ощущение возможность дать, хорошее ощущение дать, но получить, получить то, что нужно получить, не всегда мы имеем возможность, и это то, что выстраивает во мне некое свойство, которое называется готовность получать, это готовность строить сатуры и заповеди, которые мы делаем в группе отношений между нами. Ну, это такая удача, что есть Иран, у кого такой ум, он может это сформулировать и его ответы так четко. Да, да, это хорошо. ты говоришь, понимаешь, тут есть вместе и чувства, и разум, и человек как бы находится сейчас, ты находишься в таком месте, где ты можешь получить все, почувствовать все, полноту во всем, что ты можешь только представить, вообще, что можешь только представить, даже вещи, которых мы не можем даже и понять, и мы не позволяем ему войти, потому что нет между нами чего-то общего, когда мы позволяем себе вместе почувствовать вот этот тот барьер, который мы ставим перед собой, стыд, не любовь, но давайте, почувствуй все, что ты хочешь, скажи, что ты хочешь получить, ты получишь, как ты хочешь выглядеть, как ты хочешь чувствовать, как ты хочешь видеть мир, воспринимать мир, что ты хочешь понять, давай, здесь, сейчас, то есть, есть на нас, ну, ты, ты вот это, и ты сам не позволяет это почувствовать, потому что мы, видимо, не делаем это вместе, не хотим почувствовать это вместе, мы как бы не позволяем себе быть вот это вместе, вот в ощущениях, так вот это чувствуется, для того, чтобы использовать свойства, которые дал нам творец, он нам не дал просто так, нужно использовать гордыню, о которой мы говорили, для того, чтобы заботиться о других, потому что я горжусь тем, что нахожусь в такой особой группе и несу за всех ответственность, чтобы все достигли цели, и тем, что мы начинаем заботиться о товарищах, в нас развивается хиссарон, быть как творец, но это действительно хиссарон быть дающим, а не быть супер получающим, естественно, что это ложный хиссарон, но его дает свет и обручает его и настоящий. на самом деле произвести вот это изменение двух таких разных состояний, творец, творение, а дистанция бесконечная. Иран действительно так осветил этот процесс, гораздо легче произвести изменения в группе, потому что творец раздробил вот эти желания на желания, на многие желания на частные, и в них тогда уже собственно работа легче, потому что огромная дистанция, все вот это колоссальное кли в неисправном состоянии, все вот эти желания невозможно исправить. Так есть у тебя каждый раз помогательная сила, товарищ, и ты притираешь к ним, то товарищи могут поменять нашу природу в общей работе. Да, мы действительно притягиваем свет, который проводит эту работу вот над этой вот смердящей гордыней, вонючей гордыней. При включении нашего это свойства мы работаем с такими свойствами, как критическое отношение, презрение, и это вступает в противоречие с желанием доставить наслаждение, забудется обо всех. Это наша работа. в этой игре гордости, в гордость, когда человек с помощью окружения может убрать свою гордыню, а просто группа должна дать силы товарищу, что каждый зависит от всех, и есть состояние, когда он будет продвигаться, в том, чтобы переступить через себя, потому что есть более высокая цель. Люди, читающие источники, говорят, что тем, что мы работаем в группе, мы можем постараться в какой-то известной мере уподобиться высшей силе. И для этого мы должны производить определенные действия, использовать, как сказали товарищи, и гордыню, и зависть, страсти. Если все это сочетается с правильным намерением, то, видимо, что я могу уподобиться Творцу, потому что желание – это материал, но не меняется, чтобы я с ним делал, но останется той же самой гордыней. Мы это делаем вместе, для того, чтобы каждый раз раскрыть, насколько я просто не способен быть подобным ему, насколько я не могу быть вместе. Итак, вопросы глубокие, вопросы очень многоплановые, имеется немало возможностей их развить, но для того, чтобы облегчить все это, мы сделаем это через вопросы-ответы, но вопросы очень конкретные, если нет, то я сразу же буду отвергать вопрос, потом не плачьте, если я кого-то прерву, вы уже привыкли ко мне, то, что основных вещей, я не иду на компромисс в основных вещах, и вопросы следующие, как мы можем сформировать правильный хиссарон Творццу, чтобы создал в нас правильный хиссарон, и на этот хиссарон мы получим ответ через группу, к нему, и все, что имеет отношение к нашей теме, пожалуйста, кто поднимает, вот там стоит парень с микрофоном, а здесь второй, видно, нужно было дать им какие-то шапки, и там возле входа стоит еще один мальчик, Итай, Итан, как его зовут, Итти, Итти, он стоит там возле входа и готов дать микрофон каждому, кто зайдет снаружи, гость, пожалуйста, три микрофона, кто первый, пусть подойдет к микрофону и получит право задать вопрос, пожалуйста, когда я нахожусь с товарищами в кругу, в чем разница между тем, что я думаю, что я чувствую подошвение к ним, и на самом деле чувствую подошвение к ним. Как можно действительно это рассчитать? Только через выяснение желания мы можем это выяснить. И постепенно в желании, как мы изучаем, в каждом желании. Есть у нас пять уровней корневой, первая, вторая, третья и четвертая стадии. Только на последнем уровне я достигаю там объединение с Творцом, которое помогает мне понять, в чем суть желания, и что я в нем чувствую, какие причины его, откуда оно родилось, каковы его результаты, которые я могу достичь. Это только через развитие. Пока не пройти все желания, все четыре уровня желания, мы не знаем, что это такое. Как маленький ребенок, который кричит, но чувствует, что ему плохо, не хватает чего-то, но откуда, чего, что, не знает ничего, с помощью чего он может успокоить свою потребность. Ну, это вот немножко примеры, которые мы должны брать в расчет, что только посредством развития желания, мы можем понять, чего же не хватает. Пожалуйста. Кисарон усиливается всякий раз, когда думаю о товарищах. Как мы можем распознать Хисарон в каждую данную минуту? Можем ли Как мы можем распознать в каждую конкретную минуту в продвижении группы, в развитии группы? Большую часть времени человек находится в тумане. То есть, действует так, ну, сидит, думает, или не думает, ни о чем, а производит какие-то движения. А во всех этих действиях он не осознает, что с ним происходит. Ну, природа вертит им в разные стороны. В те моменты, когда он начинает просыпаться, кто я, что я, почему, откуда, в чем смысл моей жизни, ну, в конечном счете, это вопрос, который приходит в разных видах. Так ему надо сразу поймать за хвост этот вопрос и не дать ему убежать, потому что через секунду он сразу же забывает. Он должен сейчас потребовать отворца любыми способами сильного такого требования, чтобы помог ему не оставить предмет, чтобы не вернуться в животное состояние, а главное так вот пройти жизнь. И насколько он будет помещать в себя выяснение, это не очень-то приятно, это усилие, а то будет ускорять время развития. Поэтому хаббалисты писали нам так много материала на разные состояния для каждого человека, насколько он отличается от других, чтобы всегда у нас было что-то, с помощью чего мы могли бы связаны с тем, что с нами происходит, с той силой, которая нами занимается. Творец нас все время сбивает с толку, он посылает нам разные чужие мысли и такую тяжесть вносит в тело, и он просто вертит мной, все время меня сбивает с толку, но вместе с этим иногда напоминает, что это все специально, нарочно, и тогда я так пробуждаюсь в или же я потом уже в духовном, когда я нахожусь, и я нахожусь все время уже в этом духовном потоке, и я уже привычен к усилиям, и каждый раз направлять себя все больше и выстраивать отношения все больше и больше быть теснее, он тоже и вдруг пам, я падаю в состояние шимонс рынка, и это значит просто отключен от духовного, то есть как бы животное во всех смыслах, как будто никогда в духовном ты не был, так вот всякое бывает, мы должны использовать эти моменты, особенно когда я нахожусь в сильном окружении, да неважно там сейчас или потом, мы должны требовать в усилиях, потому что каждый находится на подъемах, на падении, и с помощью этого мы можем сэкономить все вот эти секунды, кто-то проснулся, кто-то упал, и всегда тот, кто наверху держит группу и поднимает всех тех, кто внизу, и это и называется товарищ будет помогать товарищу, и тогда мы будем уверены, что все секунды будут посвящены Творцу, и очень быстро продвигаться. Проблема в том, что мы не осознаем этого достаточно, и не делаем этого достаточно, а иначе можно в течение считанных дней, недель, максимум, произвести все выяснения, которые необходимы к правильному желанию, и получить в нем уже раскрытие. Да. Врата слез открыты постоянно. и человек чувствует как молитву слез, крик к Творцу, но все остальные врата, они находятся в группе? Выясняли мы в группе? Мы не можем выяснить ничего, иначе, как только в группе, потому что потребность должна быть потребность в кли. Каждый из нас не является кли. Каждый из нас это только ячейка, клетка, ну, или часть разбитой крупицы, искорка, не важно, как это назвать, и только при условии, что мы объединяемся, мы создаем какой-то кли. Хороший кли, плохой, неважно, но в итоге или группа клоунов, или группа каббалистов, но должна быть группа соединения, соединения, хорошее или плохое, но соединение, даже плохое соединение, мы будем тогда выяснять, почему плохое, почему к чему, чтобы было что исправлять. Мы стараемся все время объединиться, мы объединяемся, но соединение недостаточно, может быть, оно не ради отдачи, оно не в том направлении, поэтому не получаем ответа. Должна быть потребность к отдаче, чтобы между нами была сила отдачи, и от нас в сторону Творца, сила отдачи. К этому надо прийти, и тогда все желания наши. Мы должны понять, что это только желание группы. Нет желания одиночки. Если это одиночки, то это гарантированно вне группы, вне вообще всего вот этого порядка. Каким будут следующие врата после врат слез? После врат слез человек чувствует, что он становится с группой как один организм, одно желание, и внутри этого желания раскрывается сила отдачи. которые находятся среди них, и вот эта сила отдачи, которая находится в них, он чувствует, что раскрывается ему новый мир. Вот как наш мир существует в силе получения, и изображает нам всю действительность, реальность, то это будет реализовать нам реальность в силе отдачи. То есть мы раскрываем между всеми людьми, между всем, что происходит. Начинаем раскрывать, что действует сила отдачи, и начинаем раскрывать во всем, что есть между нами, даже в нашем мире, который мы чувствуем. Нам не раскрываются какие-то ангелы там на небесах, оно раскрывается нам, что между всеми элементами этого мира, элементами, деталями, элементами, деталями этого мира, существует система взаимной отдачи, которая связывает их вместе в единые отдачи. В ней, в этой системе, в этих связях, как электричество в проводах раскрывается общая сила Творца. Это Творец, это его форма. И разум, и сила, и желание так раскрывается между нами. Ну, скажи спасибо. Спасибо. Как я могу почувствовать хиссарона своих товарищей, чтобы он был сильнее, чем у хиссарона? Чтобы попросить у Творца из глубины моего сердца. Это не желание товарищей. Мы должны заботиться о желаниях товарищей только в таком виде, ну, грубо говоря, ну, скажем, когда ему кушать нечего. Кроме этого, мне не надо заботиться о хиссароне товарищей. Я должен заботиться, чтобы между нами был хиссарон к Творцу. Нам надо представлять мой клей неразбитый. Когда мы хотим прийти к нему, вот это неразбитый клей, это отдача Творцу. Я должен введеть в группе средства. Средства, важные не меньше, чем цель, потому что без этого средства я не достигаю цели. Но при всем том, это средство. Я, в первую очередь, сначала вижу перед собой высшую силу, уподобиться, ну, почему я дал пример гостей хозяина. И тогда с помощью группы я формирую свое обращение к хозяину. А иначе это вообще не будет в сторону хозяина. группы это средства. Тор это средства. Поэтому нет хиссарона товарища, есть хиссарон группы. Ну, так пишут, что хиссарон товарища, ну, потому что если я и товарищ настолько двое, ну, так это называется, группа и товарищ, тогда это тоже самое. Но у нас, слава Богу, группы большие. Мы должны говорить о групповом желании. Групповое желание это тот самый гость, который находится перед хозяином. И я часть его. Пожалуйста. Во время семинара это было как волна. Мы чувствуем влияние стороны товарищей. Как будто мы находимся вне себя. это приходит и уходит, приходит и уходит. Есть ощущение, как будто вся группа находится в таком состоянии. Вопрос мой такого. Как можно в течение дня, чтобы у нас были тысячи таких состояний, чтобы вся группа испытывала падения, входы, выходы, была волна, которая нас постоянно промывает. Если мы ждем ждать твердца, нам понадобится ждать очень долго, пока у нас не пробудет. Но раскрывается вдох. Чик. Я проснулся. Ага, где я? Полдня находился в животном каком-то состоянии, без какого-либо контакта с целью. Поэтому я пробуждаю расцвет. Исраиль называется тот, кто ускоряет время, сокращает. То есть я произвожу разные действия, и в них я себя пробуждаю. То есть я не жду, когда это придет сверху. Но конечно же с помощью этих действий я пробуждаю Творца. И от него приходит сила, которая меня будет. Все это делается светом. Но я должен не ждать пробуждения свыше, но все делать за счет пробуждения снизу. Как? Так я сказал уже об этом во время семинара. В моих вопросах ну я уже в общем практически даю ответ. я сказал, что один поднимается, другой падает и в группе никто не находится в таком состоянии, когда вся группа падает. Но это иногда бывает. Это специально такое упражнение сверху. Творец такое нам дает. Но всегда у нас есть возможность с помощью товарищей держать себя, избавлять себя. то, что написано, что не может заключенный спасти себя из тюрьмы, но товарищи могут помочь. И поэтому мы должны организовать такое комиссию, не знаю, как чтобы в группе было все время напоминать всем, что тот, кто находится наверху, должен позаботиться о подъеме настроения в группе, помогать другим. И так продвигаться каждый должен видеть. Ромаш пишет об этом много. Радость, величие цели, радовать товарищей, показывать им, насколько мы продвигаемся. И с помощью этого он сильно сокращает время каждый всем, каждому товарищу. Да. Я сейчас чувствую силу, которая поступает ко мне от всей группы. как мне использовать этот кесарон для пользы группы? В сердце, но от сердца к сердцу. Тебе не надо даже говорить тут много. Так, вот соединение сердец. усилие, еще усилие, еще усилие, все это складывается в одно усилие. Мы в этот раз входим действительно в реализацию желания. Пожалуйста. Для того, чтобы создать хесарон, требуется креативность, чтобы его увеличить, усилить. Чем больше думаем об объединении, о том, чтобы быть вместе, в конце концов, приходим к отчаянии, отчаянию. И непонятно, как дальше развивать. Что можно призвать к себе в помощь, чтобы перерывы не были такими длительными? Нет, перерывы, конечно, будут, но зависит от величины перерыва. Чтобы перерыв был как укол, не более того. Ну, как небольшой такой уколчик. Раз, и мне достаточно. Это называется, ну, сила там такого черта. Ну, есть там разные высказывания. То есть, должен быть перерыв, потому что это не перерыв. В этом образуется скачок в следующее состояние. и вот такие вот скачки все время мы должны создавать. Но мы снова падаем, снова падаем, и снова как держать себя как можно дольше в состоянии подъема, это зависит от поддержки окружения. и зависит от того, как человек быстро начинает выяснять, что такое подъем. Может быть, что это не настроение и не какой-то там какие-то там хорошие мысли и не какой-то подъем или, скажем там, вдруг ум, но даже в состоянии, когда не очень-то и чувствует себя хорошо, а пусть тело пострадает, но находится при всем том в контакте с окружением, и это подъем по сравнению с отключением и хорошим ощущением. А отчаяние, которое человек чувствует? Отчаяние это недостаток контакта. Нет отчаяния, но Моша, ты только пойми, нет многих вариантов. Или через окружение к Творцу, окружение это испорченное клей, которое надо обратить в исправленное, и в этом исправленном клей раскрыть Творца. Но если человек видит, что только через объединение может прийти к цели, потом, когда он сидит с людьми, он связан, в этот момент он чувствует себя в какой-то мере объединения. Что с ним делать? Выяснить точно сейчас, что нам не хватает для того, чтобы соединиться с Творцом, для того, чтобы раскрыть его между нами. Он не находится где-то там наверху, он находится в шхене, то есть в том самом кли, который мы создаем. Что не хватает между нами? Ребята, что не хватает между нами, чтобы Творец раскрылся? Я говорю сейчас, сейчас, всем, я не ему сейчас говорю, я всем сейчас говорю, всему миру, чего не хватает, какого типа соединения, чтобы мы обнаружили вот в этом объединении. Наше объединение есть Творец, приди и увидь. Правильный тип объединения, я вдруг вижу, ага, общая сила отдачи между нами раскрывается, раскрывается пока может быть слабо, может быть как Нефиш, потом как Рох, Нашама, это среди нас раскрывается эта сила, что же мы должны сейчас сделать, какие действия, какие движения между нами надо произвести, давайте зададимся вопросом, давайте потребуем, давайте выясним точно то место, где мы должны требовать, где мы должны получить, и что именно получить, силу, отдача между нами, взаимную силу, то есть отключиться от всего, только захотеть, чтобы раскрылась сила отдачи, это ты уже просишь у творца, чтобы проявился, это уже подъем ман, если человек находится в таком интенсивном состоянии, сидит, выясняет постоянно объединение, как нам можно представить, он уже пришел к какому-то представлению объединения, сидит с товарищами, это рай объединения, сила отдачи, что дальше? А не может быть, не может быть, чтобы это было уже состояние отдачи, а иначе бы он уже находился в этой общей взаимной силе отдачи, он бы чувствовал систему высшего мира среди всех, и знал бы, что делать, у него бы уже не было вопросов, он бы начал уже изучать эту систему из, ну, как это говорится, то, что называется, душа человека учит его, он весь путь уже перед ним начинает раскрываться, ему уже не нужны даже книги, так, ну, в качестве поддержки, но главное, он уже находится в осознании клеи, в узнавании высшей силы, есть уже в группе связь с Творцом. Как отличить необходимость от излишнего воздержания от потребности тела? Нет, ну, вот эти воздержания, это должно быть только в намерениях, только в мыслях, а не в телесных. в телесном воздержании. Это запрещено делать. Рабаш об этом пишет, и Бальсулям пишет в предисловии к ТАСС, у нас никогда не было принято, сколько я у него учился, я обслуживал его, ты это знаешь, и никогда этот человек не не знаю, ни в чем себе не отказывал, хотя пережил и голод, и все, и неурожай, но всегда он кушал хорошо, я ему менял каждый год матрас, но он сильно потел, и мы ему поставили кондиционер в доме, это еще в те времена, когда это было нечто необычным, я всегда покупал ему самые лучшие продукты, моя жена готовила ему готовила еду, и он даже писал такие записочки, там, ну, сделайте вот это, вот тут это добавьте, он понимал вкусы, но на самом деле, можно ее спросить, она скажет тебе, каких вкусов он желал, потому что он хотел, и она ему так и делала, он был так очень, получал с этого удовольствия, что я хочу сказать, никакого телесного воздержания, с какой стати, когда мы ездили в Тверью на два дня, я брал, ты даже не знаю, не представляешь себе, что я брал, какие вещи, все только для того, чтобы, то есть нет, ну, не слишком, ну, нормальная еда, и мясо, и салаты, кофе, пиво, виски, что? Ну, так было, а, видишь, а, грубо, солидарно со мной. Но я не не довожу себя до страданий, до воздержания, но есть такие страдания, есть, и у Большолама написано, не принимать для себя ничего, лишнего, когда ты начинаешь придавать этому важность. Но мне это надо, ну, скажем, для здоровья, вот именно так. Я, нет, я не говорю, что он преувеличивал, но это был человек, который заботился о здоровье, о телесном здоровье, занимался спортом, ходил пешком, упражнения, врачи и нормальное питание. Он не придавал этому излишнюю важность, но просто надо поддерживать себя для того, чтобы жить и производить работу. Так как можно кушать хорошее мясо и думать о товарищах? Ну, вот этого я не знаю. Я не чувствую, почему это мешает. Ну, на самом, правда, я не думаю. Ну, а что? А если ты вместе с ними, да, где-то в пустыне, без еды, без дома, и ты там страдаешь, это вас объединяет? Правильно, это объединяет вас только на материальном уровне, на животном, через страдания. Это то, что делают специально в армии, да, в специальные упражнения, или где-то, но не в духовном. В духовном ты должен быть соединен поверх материального. материального мне достаточно, чтобы мне не мешало здоровье, крепкое тело, и все. И если ты слышишь, что где-то там написано, что ученик-мудреца должен быть слабым, имеется в виду желание, когда он пришел к осознанию, что его желание это просто тряпка, и он не может им руководить. Так будь здоров и сильным, и кушай как следует. Мы можем продолжать? Вся наша основная работа это намерение. И вроде как бы настроился и в намерении тут вдруг размывается все. Происходит путаница, не знаешь где ты, кто, кто ты, как что. Но это хорошо. Искать? Творец дал тебе путаницу. Ты из этой путаницы провел работу, соединялся, выяснял желание, выяснял желание в сердце, мысли в голове. Ты соединился с группой, нашел с ними какой-то контакт, начал слышать, начал впечатляться тому, что они говорят. сам начал просыпаться секунду назад, несколько минут ты был иссушенный, даже смотрел на них, а глупости какие-то говорят. И вдруг ты сам до слез начинаешь так возбуждаться, и что происходит. И вдруг бум, вдруг ты находишь себя, может быть, 10 минут прошло, и ты уже думаешь, о, ну, не знаю, что там, ну, фильм какой-то видел 20 лет тому назад, и ты так уже в этом кино. Вдруг ты просыпаешься, ты снова видишь этот фильм, который 20 лет назад, ты уже смотришь сейчас своими глазами. Это что со мной такое происходит? Ты потрясен? Этот творец дал тебе возможность посмотреть кино, свалил тебя с предыдущего состояния, и теперь в нынешнем состоянии пробудил тебя вот с этого просыпания, и дальше начинается твоя работа, твое усилие, а до этого ты ничего сделать-то не мог. Так за что поблагодарить? В первую очередь жалеть о том, что это произошло, должно быть, но жалеть тем, что это он тебе сделал в качестве упражнения, когда ты должен был, чтобы таким образом прошло упражнение, то есть ты его благодаришь, и ты сожалеешь все-таки, что ты еще пока в таком виде, что так это с тобой происходит, но с этого момента и дальше, как ты проснулся, ты сейчас должен себя зацепить железными цепями, с группой, чтобы не упасть, не к чему тебя больше привязывать, чтобы не падать, только в группе, привязал в группе творец, а он тебя уже удержит, что значит он тебя будет держать, он тебя опустит, уронит еще глубже, но уже в лучшем качестве, и так вот по такой возрастающей амплитуде, глубже, выше, глубже, выше, ты поднимешься и не уже будешь опускаться. Да. Ну, быстро. Да. Я почувствовал Хиссарон, сидящий рядом товарища, задал вопрос. Ну, мне не удалось попросить, хотя я знаю, что правильно получил. Я хотел бы знать, как можно попросить у товарища, сидящего рядом со мной. Нам не надо стесняться, стыдиться. Нам надо собраться, сжаться, потому что то, что я прошу товарища, я не прошу у него так, как просим в этом мире. В этом я создаю связь между нами. Невозможно без просьбы или между какой-то отдачей, если у него есть желание к связи, или у меня желание к связи. Мы оба выигрываем, поэтому мне не надо, то есть не должно быть у меня какой-то стыд по отношению к другим, чтобы помогите мне. Если мы говорим об взаимной отдаче, так я вообще услугу им оказываю тем, что я прошу у них помощи. Я обнаруживаю недостаток, и мы можем на этом недостатке соединиться, соединиться в разных вариациях связи, пока мы не достигаем силы Творца. Нефиш, да нефиш. Так вот, поэтому каждый должен быть как партнер. Каждый получает, каждый дает. я даю телим, они дают мне усиление, и в каких-то других местах по-другому. Ну, так и что? И в нашем мире, чтобы были контакты между людьми, разве не так, что получает маленький ребенок? Ну, все, что родители не чувствуют, что получают от него в ответ. Нет тут стыда. мы производим тут работу Творца, для того, чтобы раскрыть его. У нас есть общая цель, поэтому нечего тут стесняться. Один молодой, другой уже ветеран, понимает меньше, понимает больше, чувствует меньше, больше. Все должны насколько больше соединиться между собой. И тогда мы придем к этому. Поэтому раскрывающий недостаток, он просто благословлен. Да. Раф, мы устраиваем семинары и выясняем хессароны. Для того, чтобы прийти к хессарону. Постоянно там проходит развитие образами в голове, пока достигает сердца. Есть желание отмениться перед группой, желание чтобы не думать о себе, думать о товарищах. Но это желание, чтобы другие постигли, вообще не думать о себе. Это остается просто желанием и не переходит в разряд настоящего хессарона на длительное время. Что можно сделать? Вы говорили о том, что это должно развиться до четвертой стадии. Что можно сделать, чтобы из-за этого маленького желания это перешло в масштаб хессарона, чтобы могло быть все время так? Это только свет делает, это не мы. Но к этому должна быть потребность достаточная, чтобы свет воздействовал и соединил нас. И вот эта связь уже не исчезает. Это первая ступень создания первичной связи и называется, что мы прошли Максом. Но к этому нам надо, чтобы у нас была правильная потребность молитва, предваряющая молитву, то, о чем мы сегодня говорили. Обратиться к Творца, чтобы сформировать в нас правильный хессарон. Часть его он создает сам, часть его он хочет, чтобы мы узнали и потребовали Шореш Алиф Бет и даже Гиммел третью стадию и из нового желания отдачи и связи между нами. Это он делает, а на четвертой стадии Далет, там где-то приходит в нашем осознании, в нашу Малхот, мы должны увидеть, просить, проверить, проанализировать, что же не хватает, чтобы у нас была действительно потребность и нам достаточно работать на этой стадии, это уже будет наш Хессарон, то есть он несет нам света через предыдущие стадии Шореш Алиф Бет Димил, приходит к четвертой стадии, Далет, и тут нужна правильная реакция, и мы просим организуй нам все это, упорячь нам все это, вот эта просьба необходима, я думаю, что вот здесь мы сейчас это и создаем. Есть ощущение, что мы стучимся в ту же самую дверь, я стою перед закрытой дверью, стучусь, но то, что вы сказали, нулевая, первая, вторая, третья, четвертая, я понимаю это. Тебе не надо понимать, тебе не надо понимать, это еще пока не предстоит для раскрытия, ты должен знать только одно, полное между нами объединение, первичное, называется первой духовной ступенью, она мне нужна, я вместе с товарищем мы должны ее сейчас и создать, я прошу Творца, чтобы он это сделал. И как ему, как это должно быть? Какую форму это должно принять? Что должно быть? Объединение, совершенно, совершенно. Свет несет это объединение, я не знаю, свет несет Хессарон, этого я тоже не знаю, я только должен просить, чтобы он создал в нас Хессарон к объединению. Первичный Хессарон это Хессарон к Хессарону, потребность к потребности, мы просим у Творца подведи нас к воротам слез, открой нам ворота, но это ворота слез, чтобы мы научились просить, что просить точно, и тогда вот в этой просьбе, которую он создаст в нас, и конечно же эта просьба, то есть эта потребность будет правильной, мы этим постигаем свет, который исправляет потребность и обращает недостаток, и обращает его в объединение. Ну, продолжим. Так, последний. Раф, мы достигли точки, где мы чувствуем, что в нас нет ничего, от себя самих нас нет ничего. Прекрасно, но если так, то мы уже большие. И действительно, только в объединении между нами может быть правильная молитва. Мы страстно желаем этого, есть готовность. Вопрос, нуждаемся ли мы еще дополнительной силе для того, чтобы сделать это правильно и точно? После трапезы мы разделимся на круги здесь, и какую задачу мы должны перед собой поставить и выяснить? Где то дополнение, которое мы должны сделать? Я думаю, что надо говорить об этом. Мы говорили об этом сейчас. Мы нуждаемся в правильном желании, чтобы Творец дал нам его, как захотеть его, то есть силы отдачи. Творец это иногда это так, для новичков это так воспринимается неправильным образом. Как раскрыть силу отдачи между нами? Она заложена там, внутри. Мы должны попросить у него. То есть если начинает приближаться, мы начинаем видеть, насколько мы противоположны. Начинает еще больше приближаться, мы чувствуем, насколько мы, может быть, хотим его, но не можем. И так далее. Мы хотим только одного, чтобы сила отдачи, которая заложена между нами, все находятся в бесконечности, но чтобы эта сила отдачи раскрывалась все больше и больше и построила сначала в нас правильное клее. Правильно это значит разбитое. Мы сейчас просим раскрыть разбитое клее на кусочки, на осколочки, клея. Это как бы сейчас лопнуло, но эти кусочки не рассыпались, они только лопнули, чтобы он нам показал это, чтобы показал целое, вот это клея, что эти все части прилепились сейчас, склеились друг с другом. И тогда мы раскроем свойства отдачи, находящихся между нами. мы должны в разных формах думать об этом. Когда мы выходим, да, ну, сейчас вот это упражнение, когда мы сейчас выйдем наружу, так вот давайте сейчас у нас будет завтрак, а потом выйдем на прогулку, а там или песни, или может быть даже молчание, может быть будет достаточно, но вы сами в общем-то определитесь, главное держать всех вот так вместе. И все мы сейчас выходим приятного аппетита.